Здравствуйте, друзья! Наступил Новый Год. Сегодня 4 января. Так, слегка морозный день, слегка. Ко мне приехала гостья Елена Александровна Савинич. Вот, она аспирант. Как называется ваше учреждение? Не могу запомнить. Сибирский государственный университет науки и технологий имени Решетнева. Сибирский государственный университет. Это супер университет, слияние двух крупных университетов. Супер университет, правильно? Да. Он называется даже опорный узк Красноярского края. Во! Это значит, что... Теперь так. Значит, направление, которым занимается аспирант Савинич, оно имеет прямое отношение к садоводству, так? Ну да. Моя работа связана с селекцией косточковых культур. Как называется должность? Моя? Да. Инженер-оранжерея. Так, как называется еще... Так, аспирант, это же что? Это учебная должность? Нет, ну да. Это учеба на кандидата наук? Да. 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 Чуть, чтобы на соискание должности... Ой, не должности, а звание кандидата наук. Так, скажите, пожалуйста, Елена Александровна, я официально к вам обращаюсь. Мы приехали в январе месяце. Вот мы приехали, так, а есть такая поговорка, еще не наступил рассвет, а в стране дураков уже кипела работа. Вот. Ну, вроде есть. Есть. Так вот, скажите, пожалуйста, что заставляет делать в январе, и что бы вы посоветовали не делать? На самом деле, вся подготовка сада к зиме, я считаю, должна заключаться в том, чтобы мы собрали урожай, его законсервировали и убрали в погреб. А потом приезжали просто в сад, прогуливались, наслаждались погодой. Ну, собственно, и все. Природой. Потому что часто рекомендуют... Давайте пройдемся. ...отаптывать, допустим, деревья или молодые посадки для защиты от мышей. Вот такие молодые, так? Я считаю, что это излишняя работа и вообще лишний агроприем, потому что, как правило, мыши зимой не портят растения. И поэтому, как вот снег упал, сформировался снеговой покров, так его и надо оставлять. Желательно гулять по дорожкам и все. А отаптывать, да, нужно. Это только когда наступает... Голодное для мышей время, это весной. В разных регионах по-разному отаптыванием мы бы посоветовали заниматься. Например, это март-апрель в зависимости от климатической зоны. Потому что мыши, как правило, боятся открытых пространств. Тогда, да, нужно вокруг деревьев отаптать снег. Ну, вот мы бы рекомендовали оставить снежный покров тот, какой он есть. Ну, вот, собственно, и все. Вся подготовка. Никакой обрезки перед зимовкой деревьев ни в коем случае нельзя делать. Вы посегнули на святое. Как это не резать? Считается, чем больше калечишь деревья, тем они чувствуют себя лучше. Может быть, это актуально в южных районах страны, но не для Сибири. Для Сибири это точно не подходит, потому что каждая рана, которая остается после обрезки, это дополнительный мостик холода и дополнительный риск потерять свое дерево и здоровье его потерять. Поэтому мы никогда не обрезаем на ночь, глядя, так скажем, осенью и перед зимой. Весной можно обрезать. И то, я считаю, что самая лучшая обрезка – это только санитарная. А давайте тогда прокомментируем. Это мой сад. И вдруг, о, ужас, смотрите. Грибы, обрезка. Правда, неправильно считается. Правильно считается обрезка на кольцо. Вот эту прокомментируйте. Видите, сколько обрезано веток. Так. Но ни одна не на кольцо. Остаются сучки. А вы какого мнения придержитесь? На кольцо или вот так, как тут? Я считаю, что обрезка на кольцо – это диаметр раны будет больший, чем если оставить пенек и обрезать ветку. Вот здесь, на этом месте, образуется твердая корка, и уже через нее никакой мороз не пройдет. И даже если что-то морозом и повредится, то вот этот вот черенок, ну и пускай он погибает, он все равно у нас для этого именно и оставлен, чтобы основной массив дерева мороз не погубил. Так, а посмотрите на эту веточку сбоку. Если бы обрезали на кольцо, она была бы? Да, ее не было бы. И вот эти вот веточки бы не появились. Но так, как мы обрезали, там проснулись новые спящие почки, а на них, может быть, через некоторое время и плоды появятся. Так, ну выглядит неприятно, все-таки грибы есть. А скажите, пожалуйста, эти грибы полезут дальше? Я думаю, что они на этом месте останутся, потому что грибы, это же сапротрофные организмы, они мертвую органику перерабатывают. То есть они будут только там, где есть мертвая органика. А на живую древесину они не будут переходить. Хорошо, с этим разобрались. Но я от себя добавлю, если бы я обрезал на кольцо, а эта ветка отсохла, это роскошное дерево, а знаете, что это такое? Это и есть моя знаменитая Фаина. А у нее один из родителей, это королевский абрикос, он родом из Франции, ну подмерзла. В прошлом году были сорокоразные зимы? Были. Были. Смотрите, отмерзла ветка. Если бы я отрезал ее целиком, рано, правильно сказали, только вы сказали, в два раза была бы больше, а я говорю, в три раза была бы больше. И вот здесь все-таки сохраняются сосуды, и движение по сосудам сохраняется. А если вот так вот сделать, и у меня таких примеров сотни, и ни одного исключения, сразу вот это все омертвляется, если рано на кольцо. И вот тут страшная рана пошла, 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 пошла. Вот. Но доказательств я приводил много, так что мне приятно, что ведущий университет и человек со стороны ученых, Елена Савинич, придерживаются такого же мнения. Мы сейчас говорим вполне официально, я даже к вам на вы, я же сам обращаюсь. Ладно, смотрите сюда. Давайте покажем еще снег, что мы его никак не повреждаем. Да, его еще и так нет. Никаких следов нет. Его еще и так практически нет. А вот, смотрите, то есть высота снежного покрова в январе месяце, вот, на фалангу пальца. Сантиметр полтора. Полтора-два сантиметра, не больше. Нет, тут вот где-то два, а почему под деревом его меньше? А вы знаете, что дерево излучает тепло? Вы согласны, нет, смотрите гуза. Я так устал от оппонентов, которые говорят, что внутри дерева температура одинаковая, как эта. Вряд ли, я думаю, что нет. Я со школы знаю, я не кончал никаких университетов, но я точно со школы знаю. Любой процесс окисления, а зимой деревья спят, но все равно не спят. Ну, понятно, что это не плохо. А любой процесс окисления выделяет тепло. Все процессы идут, но только очень замедленно. Ну, это хватает, чтобы вот здесь вот, вокруг дерева было это, вообще, то есть, казалось бы, смотрите, казалось бы, снег не защищает эту грушу, а груша, как огня, боится снега, об этом никто не знает. Вот, особенно мокрого снега. И вот посадка на холм, что делает? Делает его долговечным. Давайте посмотрим, это не одно такое дерево, да? Вот здесь их почти нет холмов. Почему? Это бывший питомник. Вот это. Это сливы венгерки. А бывший питомник, вот они заподлицо со снегом, но они как раз не боятся сырости. Давайте посмотрим еще какое-нибудь дерево. Из тех, которые постоянно... А, вот. Они посажены по стоянку. Ну, какое, какое, какое. Вот эти деревья я садил. Видите, вот это. Вот это. Вот. И это абрикосы. У них абсолютно сухая корневая шейка. Согласитесь? Да. Ладно, эту тему посмотрели. Предлагаем садить на холмы. Давайте посмотрим на прививки. У меня есть прививки удачные и неудачные. Мы сейчас с вами, когда наступит весна, я вас пригласил, участвовать в эксперименте, когда на втором этаже появится третий этаж, межвидовые прививки. Очень сложный процесс. Сейчас покажу. Где я помню неудачи. Смотрите. Вот здесь, например. Видите мертвое дерево? Мертвую прививку. Вот. Она и есть межвидовая. Дело в том, что я на сливу привил абрикос. Вот. И он мертвый. Стоит ли дальше продолжать? Ну, это же один только образец. Я думаю, стоит попробовать. Тогда пойдем, пока я вам покажу. Удачливое. Но это долго искать. Я только начал этот процесс. Только начал. Ну, давайте еще несколько прививок посмотрим. Вы вот сюда на дерево-то ими отправляете? Нет, нет. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вспомню, где. А, вот. Итак. Межвидовые прививки. Внимание. Гигант Подмосковья. Так. Вот он. Получился так. И. Нет, это груша на грушу. Не подходит для примера. Да, вот не подготовили мы с вами. Вон. Там в начале есть абрикос. С сливой. Так. Сейчас, подождите. Я пока мысли не потерял. Да вы выпустили пока камеру. Нет. Дело в том, что это. Ее когда выпустить, потом надо уже фильмы состыковывать. Это лишняя работа. Вот. У вас много лишних денег. Так. Ага. Вот прививка удачная и прививка неудачная. Лена Александровна. Два к одному. Идемте-ка сюда. Вот эта прививка не пошла. А мы сейчас с вами говорим о межвидовых прививках. Давайте смотреть. Вот удачная прививка. Что тут написано. А, на это написано. На это написано. Абрикос мичуринский. Знаете, почему я вас здесь привил? Почему? Дело в том, что я хочу сохранить вот эти огромные плоды. То есть, они внезапно увеличились в три раза. Только в последнем сезоне. Я вам показывал. Есть фотографии. Плоды 100 и чуть более грамм. Вместо 30. Да. И вот это чудо я перенес сюда. Почему? Сохранится это 100 граммов овости или нет? Будем надеяться. Так вот, я секрет раскрываю. Еще несколько черенков срезал. Так. Но настоящая селекция заключается не в этом. Я срезал опять, как назовем, то дерево маточным. А это уже, получается, то был второй вариант. Это третий. А по-настоящему хватит ли у нас сил, здоровья. Вот эту ветку надо не с маточного дерева отрезать и дублировать. А вот эту. Если 100 грамм сохранилось, тогда вот здесь, третье поколение, их еще более... Увеличит. Нет, не увеличит. Хотя бы... Хранится. Хотя бы это... Вот этот момент я хотел отразить. Так. И пойдем еще к Жальдейле. Вообще-то говорить должны были вы. А получается, что говорю я. Нет, Жальдейле неинтересно. Это Украина. Так. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу. Так. Вот это мой супер абрикос. Его, конечно, название будет. Я ему стесняюсь назвать, свое имя дать. Здесь плоды должны быть до 150 грамм. Вот. Место прививки вот оно. Так. Два года прожило. Посмотрите, сколько цветов. Если в этом году решится одна из главных... Главных гиря на моих весах. Потому что есть возможно... А это случайно. Было 40, стало 80. Было 60, стало 100. Было 80, стало 120. Мало ли. Вот. Допустим, урожаи маленькие, они крупнее. Вот. Но если я добью 150 грамм, значит полностью будет похоронена вся система, которую мы называем селекция. По-настоящему. То есть, если мы добиваемся результата удвоения, утроения плодов, так, и без сейнства и гибридизации, тогда получается, что мы в 5-6 раз ускоряем время селекции уже по всем направлениям. Это касается яблонь, груб, всего. Почему именно на абрикосе лучший результат получается? Потому что, открывая один из секретов, если яблонь, допустим, 50 тысяч сортов на планете, из них 49 тысяч устойчивых, так, то там провести селекцию очень сложно. Все, что проводят, сорт А невкусный, но морозостойкий, сорт Б морозостойкий, но невкусный, все равно мы получим среднеарифметическое. Мы за эти пределы никогда не выйдем. А абрикос, он, оказывается, совершенно молодая культура. Она настолько молодая, что никто не может понять... Понимаете, вот давайте так. Стоя возле вот этой уникальной вещи, которая должна дать 150 грамм, ну, доживем и увидим, снимем через полгода. Вот. Сама мысль, пока она у меня в голове. Значит, пытались... Все, что находили в природе, они были практически невкусные. А потом становились вкуснее без участия человека. Вкуснее, вкуснее, вкуснее. Я это называю возвращение райских качеств, потому что там, где позволяла природа. Потепление в два раза укропнелись, так же и персики. Вот это самая интересная тема. Но это закреплять надо. А без прививок не закрепишь. А когда я начал закреплять, они еще больше начали укропняться. Представляете? Здорово. Здорово. Ну что, на этом, наверное, пока закончим. Ну, еще покажу этот... Смотрите. До сих пор... Ну, это какое безобразие. Не отрезала ни одной ветки черного абрикоса. Уникальнейшая вещь. Это черный бархат. Уникальнейшая вещь. Вы нажмете питомники, черный бархат, и вы увидите их, черные абрикосы, практически... Да не надо, наоборот, не дашь. Практически на каждом этом сайте. Там все роскоши, абрикосы пересняты с интернета. В том числе и черный абрикос. А настоящие черные абрикосы, я до сих пор не знаю ни от того питомника. Прирост, смотрите, какой огромный. Прирост полтора метра вот тот. Вот, вот этот-то, наверное... Полтора метра. Дело в том, что, в принципе, несколько поколений я на абрикосах вырастил. И запасной вариант, его надо выращивать еще на сливах. Это же полуалыча, полуабрикос. Да. Вот. А если на сливе, на алыче, его другое направление, здесь малоснежие, они у меня не заняты, не сопревают. А в других местах сопревают. Особенно, если где еще близко к крутой воде. Там другое направление. Надо у меня веточки выписать. А почему они целы? Почему до сих пор не продал? Да не жалко, у них несколько таких. Да потому что никто или не догадывается, или не понимает, что... А, у меня два метра до крутого. А, у меня метр. Да на ту же алычу. Вот. Да еще если на Сельцевой подвое. Да это вообще чудо. Они вообще не имеют центрального корня. Привай черный абрикос, у вас будет черный абрикос. А так как они у меня не тронутые, все понятно. Никому не надо. Ну все, наверное, пока закончим эту тему. Давайте так. Елена Александровна, спасибо за участие. Вот. Я сейчас скажу то, что вы мне запретили говорить. Что? С помощью таких эпизодов я хочу, чтобы у вас появились навыки ведущего. И вдруг однажды случится чудо. Вам позвонят в Москву и скажут. Нам нужна ведущая центрального федерального канала на новую программу. Новое садоводство, гарантированный урожай. И вы будете ведущие этого канала. И будете беленом зрителям рассказывать. А чудеса наступит лето. И будет сюда приезжать телевидение. Сюда. В Европе там все искалечено. Там делать нечего. Сюда будет приезжать телевидение, командировку. Во главе с вами. И вы будете ходить по моему саду. А знаете, вы же не меньше меня. Вот. Мы с вами уже вместе столько лет. Вот. И вы будете рассказывать всей стране. У вас есть то, чего нет у меня. Обаяние. Вот. Должность, профессия. То есть вы на той стороне. То есть вам будет доверять. Это не Железов. Этот бывший металлур. Ну, пусть ваши сбудутся. Ага. А кто только полсернат говорил. Я ни за что никогда. И даже пробовать не буду тренироваться. Да почему я буду? Да, да, да. Ладно. Гасим. Гасим.